Добрый день, глубоко уважаемые слушатели! Меня зовут Песковатская Вероника, я врач-терапевт. Сегодня мы говорим о таком интересном достаточно продукте, а это именно продукт, как алкоголь. Вот уже 9000 лет, как наши предки научились путем ферментации получать алкогольные напитки. Гораздо позже, когда появились процессы дистилляции, когда мы больше узнали о химических фракциях, появилась возгонка, появились крепкие алкогольные напитки. Виски, водка, бурбон, коньяк. Следующий слайд. Вы знаете, чья-то картина? Кто написал эту картину? Рубенс, не такой древний, алкоголь древнее, но он достаточно верно описал его эффекты. Картина называется «Пьяный Геркулес». И Рубенс здесь в своей свойственной ему манере, очень рыхло и очень развязно написал таких вот мифологических персонажей. Действительно, очень многие поэты, писатели, художники, скульпторы даже вдохновлялись эффектами алкоголя, получали какое-то вдохновение, описывали эффекты алкоголя в своих произведениях, как на следующем слайде, например. Например, нас в алкоголе привлекает этанол, этиловый спирт. Это именно то вещество, которое обладает токсическим, наркотическим действием, которое, попадая вот сюда, в ту зону головного мозга, которая называется лимбической системой, заставляет ту зону мозга, которая называется nucleus accumbens или прилежащее ядро, синтезировать серотонин, тот самый гормон удовольствия, счастья, радости, обеспечивая нам то самое приподнятое настроение, расслабление и определенную бодрость духа. Нужно отметить, что у людей, которые хронически злоупотребляют алкоголем, серотонин вырабатывается не только в прилежащем ядре, но и в других зонах лимбической системы. Именно это обуславливает высокую аддиктивность алкоголя. То есть это то вещество, к которому достаточно легко формируется привязанность. Но ни в один из списков контролирующих органов, тех органов, которые производят контроль за оборотом наркотических веществ, алкоголь, к сожалению, не входит. Хотя по своему механизму действия это именно наркотическое вещество. Нужно сказать, что пьянеем мы тоже все по-разному. Наверняка каждый из вас может вспомнить хотя бы из студенческих лет истории про то, что в компании обязательно найдется человек, который опьянеет от значительно меньшего количества алкоголя и будет вытворять нечто невообразимое, о чем потом вы будете рассказывать на протяжении многих лет. Интересные байки. Почему так происходит? Кто знает? И молчат? И не натренированных. Не натренированных. Достаточно интересная позиция, достаточно интересный миф. О котором мы немножечко поговорим. Все зависит от фермента алкоголь-дегидрогеназы, который алкоголь, этиловый спирт, превращает в ацетальдегид. Тем самым инактивируя его и делая его менее токсичным. В первую очередь нейротоксичным. Именно эта характеристика, именно этот параметр является генетически детерминированным. То есть мы унаследовали активность и количество этого фермента от своих предков. Поскольку традиционно мы, популяция пьющая, причем много пьющая, активность этого фермента среднестатистически у нас достаточно хорошая. Поэтому мы можем выпить больше, чем японцы или китайцы или турки. Это генетически детерминируется. Но, тем не менее, отступление как в одну, так и в другую сторону, как большая, так и меньшая активность алкоголь-дегидрогеназы в популяции, несомненно, встречается. Почему я начала говорить о метаболизме алкоголя? Потому что мы сегодня с вами поговорим в основном не о психиатрических эффектах алкоголя, не об алкогольной зависимости, а о его терапевтических эффектах, как положительных, так и отрицательных эффектах на здоровье. Продуктом метаболизма алкоголя является ацетальдегид. Это достаточно мощный и гораздо более токсичный и ядовитый продукт, нежели этиловый спирт. Он является мутагеном, то есть он разрушает ДНК клеток. Он является очень сильным тератогеном, то есть он приводит к врожденным порокам развития плода у тех женщин, которые принимают алкоголь во время беременности. А такое является достаточно нередким событием, особенно если это молодая женщина, которая может и не знать о том, что она беременна. Кроме того, это сильнейший нейротоксин, действие которого было доказано и ин вива, и ин витро. Нельзя не сказать о том, что в зависимости от индивидуальных особенностей организма, от количества, качества и пути приема алкоголя, летальной дозой алкоголя является от 4 до 12 граммов чистого этилового спирта на килограмм массы тела. То есть для человека моего телосложения весом 65 килограмм, 4 бутылки вина будут, скорее всего, фатальными. Поехали дальше. Говоря о культурных аспектах употребления алкоголя, Украина, к сожалению, относится к сильно пьющим странам. У нас достаточно специфическая и своеобразная культура употребления. Культуры умеренного употребления алкоголя у нас нет. На следующем слайде я хочу вам показать, насколько выгодно на самом деле мы отличаемся на фоне наших восточных и северо-восточных соседей. Это диаграмма, которая демонстрирует количество чистого этилового спирта на душу населения в год. И это показатели за 2012 год. Вот представьте себе. Каждый взрослый, ребенок, женщина, старик, среднестатистически выпивает 13,9 литров чистого этилового спирта в год. Вы представляете себе это количество? Чуть больше ведра, да? И обратите внимание, насколько мало пьют, допустим, в Италии, которая традиционно у нас ассоциируется со средиземноморской диетой, с вином. В этом разница. Умеренность потребления. Дальше мы говорим о том, что же такое умеренное употребление и какие же дозы алкоголя признаны безопасными, но все-таки относительно безопасными. Для женщин это один спиртной напиток в день. Для мужчин доза ограничивается двумя спиртными напитками в день. Чуть больше, потому что масса тела у мужчин, как правило, больше. У них немножко лучше функционально активность ферментов алкогольной дегидрогеназы. Что же такое один стандартный спиртной напиток? С медицинской точки зрения. Да, если я скажу вам. Выпивайте один спиртной напиток в день. Кто-то обрадуется и сделает так, да? На самом деле все достаточно просто. Один стандартный спиртной напиток это 330 мл светлого пива. Светлого, я подчеркиваю. То есть градусность у него должна быть не более 5%. Это 120 мл вина, не крепленого. Либо это 30 мл любого крепкого спиртного напитка, который получают путем дистилляции. Это тот же коньяк, водка, бренди, виски и так далее. Все, что вы можете себе представить. Мы говорим о неумеренном употреблении или о злоупотреблении алкоголем. В том случае, если женщина выпивает 8 и более спиртных напитков в неделю, для мужчин эта цифра выше, это 15 и более спиртных напитков в неделю. И говоря об эффектах алкоголя на организм, условно их можно подразделить на краткосрочные, долгосрочные. И кроме того, хорошие и плохие новости, их можно подразделить на благоприятные и неблагоприятные. Все вы наверняка слышали о том, что злоупотребление алкоголем приводит к гепатитам, к циррозам печени. Но я хочу сосредоточить ваше внимание на том, что мишенью алкоголя является не только печень. Этиловый спирт и продукты его метаболизма воздействуют на множество органов и систем, причем, опять же, хорошие и плохие новости, как положительно, так и отрицательно. И дальше я в своем докладе сосредоточусь на том, каковы положительные и отрицательные эффекты алкоголя. Когда мы используем поисковую систему PubMed, в которой сосредоточены на сегодняшний день все крупнейшие биотехнологические, биомедицинские, медицинские исследования, запрос, который включает в себя слова «alcohol consumption», генерирует массу вариантов. Это и зависимость смертности от употребления алкоголя, это зависимость всевозможных онкологических заболеваний от употребления алкоголя во время беременности. Так вот, принимая во внимание данные последних метаанализов, а метаанализы — это достаточно большие литературные обзоры, которые включают огромные массивы информации, которые базируются на исследованиях, включающих в себя множество пациентов, десятки тысяч, мы можем говорить о том, что для мужчин, употребляющих алкоголь, неважно, умеренно, неумеренно, значительно возрастает риск смертности от таких заболеваний, как цирроз печени. Кроме того, такие мужчины нередко погибают от травматизма и от смерти, которая вызвана внешними причинами, что логично, поскольку алкоголь является причиной так называемого опасного высокорискового поведения. Я хочу обратить ваше внимание на то, что такие мужчины чаще умирают от так называемых алкоголь-зависимых видов, рака – это все виды рака ротовой полости, пищевода, это колоректальный рак. Помните, мы говорили об ацетальдегиде, о мутагене сильнейшем? Вот его действия. Кроме того, у таких мужчин значительно повышается риск любых других видов рака, совершенно любой локализации. Рак легкого, рак простаты, все что угодно. Каковы же риски для женщин? У женщин, которые употребляют алкоголь, все не менее печально, причем, опять же, я подчеркиваю, это как умеренное употребление, так и злоупотребление. Сам факт приема алкоголя пер се порождает вот этот вот риск. У женщин тоже повышается риск смертности от цирроза печени, это тоже все алкоголь-зависимые раки. И в силу особенностей нашей репродуктивной гормональной системы, у нас есть такое гормон-зависимое образование, как молочная железа. У таких женщин значительно выше риск умереть от рака молочной железы. Я не могла не включить в эту лекцию риск раковых заболеваний, причем это статистика за 2016 год, по данным, которые были опубликованы в рамках 4-го противоракового европейского консорциума. Обратите внимание, насколько сильно, практически шестикратно возрастает риск рака ротовой полости и глотки в зависимости от уровня употребления алкоголя, от 0 до 150 мл в сутки. Практически шестикратно этот показатель повышается. Примерно такая же ситуация для рака пищевода. Примерно такая же ситуация для рака глотки. Немножко получше все с колоректальным раком и раком прямой кишки. И вы видите, что кривая четко идет вверх в отношении риска рака печени. И для женщин, насколько колоссально возрастает риск рака молочной железы. Именно поэтому консорциум по профилактике рака европейский в 2016 году в своих унифицированных рекомендациях предложил такой вот тезис, что если вы употребляете любой алкоголь, ограничьте его употребление. Неупотребление алкоголя гораздо лучше для профилактики онкологических заболеваний. Дальше. Теперь хорошие новости. И у мужчин, и у женщин умеренное употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а именно инфарктов и инсультов. Но, снова-таки, ключ в умеренности. Особенно это касается мужчин. У мужчин эти положительные эффекты реализуются только при условии умеренного употребления. То есть не более двух стандартных спиртных напитков в сутки. Еще одни массивные европейские рекомендации, которые базируются на данных. Вы видите, какое количество исследований входит для того, чтобы сформировать ту или иную рекомендацию. То есть здесь алкоголь присутствует сразу в двух позициях. Это рекомендация Европейской ассоциации кардиологов, которые говорят нам о том, как профилактировать, какими мерами, какими модификацией, каких факторов риска профилактировать сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты в основном. Так вот, значит, это рекомендация, которая говорит о том, как модифицировать уровень липидов у пациентов. И алкоголь сюда вошел сразу в два раза, причем рекомендации противоречивые. Для того, чтобы уменьшить ту фракцию липидов, которая считается атерогенной, которая приводит к формированию атеросклеротических бляшек и в конечном итоге к закупорке артерий, к инфаркту или инсульту, и уменьшить этот самый показатель, который называется триглицериды, рекомендуется уменьшить количество употребляемого алкоголя. Рекомендация сильная, класс А, который практически обязателен к применению в клинической практике. То есть если пациент с высокими триглицеридами придет ко мне на прием, и я буду его консультировать, то я обязана упомянуть о том, что он должен уменьшить количество употребляемого алкоголя. И уникальная практически ситуация, алкоголь входит в рекомендацию по повышению уровня липопротеидов высокой плотности, которые являются традиционно нашими защитниками, тот самый хороший холестерин. И здесь указывается, что если пациент употребляет алкоголь умеренно, то он может это продолжить делать. То есть Европейская ассоциация кардиологов поощряет пациентов употреблять алкоголь с целью сердечно-сосудистой профилактики. На самом деле, если вы употребляете алкоголь, делайте это умеренно, но всегда осознавая риски, всегда взвешивая на чашах весов все за и против. Делайте это в хорошей компании, получайте от этого удовольствие. Благодарю за внимание, я с радостью отвечу на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, смотрите, у нас есть 4 основных показателя интегральных, которые мы оцениваем, когда говорим о сердечно-сосудистом риске, когда мы говорим об атеросклерозе, о риске сосудистых осложнений для того или иного пациента. Это общий холестерин, это триглицериды и фракции холестерина. Холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности. Так вот, триглицериды — это отдельная ситуация, и поскольку алкоголь влияет на метаболизм углеводов, а триглицериды напрямую зависят от того, какое количество углеводов мы употребляем, причем это легко усвояемые углеводы, сахара. Если такой человек будет неумеренно употреблять алкоголь, триглицериды будут расти. Но другая позиция, она не противоречит этой. То есть здесь есть позиция, которая называется reduce alcohol intake, то есть не исключить алкоголь, а просто уменьшить до того самого умеренного употребления. Здесь следующая позиция касается липопротеидов высокой плотности, хороших липопротеидов, хорошего холестерина, который помогает бляшки уменьшать и сосуды защищать таким образом. И мы позволяем пациенту, который до этого пил, продолжать умеренное употребление. Я ответила на ваш вопрос? Это не противоречащие друг другу позиции. Есть связь между образованием пляшек и потреблением алкоголя. То есть, с одной стороны, HDL, HDL-C уровень, он как бы помогает бороться с пляшками, да? Ну, там, косвенно, да, когда посредственно. А сами пляшки от алкоголя не образуются более устойчивыми? Все дело в дозе. Действительно, как я уже говорила, есть массивная популяционная статистика, которая говорит о том, что люди, которые пьют, опять же, умеренно, они реже умирают от инфарктов и инсультов. Почему так происходит? На самом деле достоверно сказать вам не сможет никто. Есть позиция, которая предполагает, что алкоголь — это хороший релаксант, что не нужно принимать антидепрессанты, а можно ограничиться одной стандартной дозой вина. Есть теории, которые предполагают, что алкоголь в силу своих чисто физико-химических веществ помогает бороться, предотвращать образование бляшек. Здесь же вот эта ситуация отражает механизм действия алкоголя в отношении роста триглицеридов, той фракции липидов, которая является зловредной в отношении атеросклероза. Если человек злоупотребляет алкоголем, это, безусловно, способствует атерогенезу. И я хочу напомнить вам, что алкоголю сопутствуют еще и другие привычки. Это, как правило, жирная пища, которая богата насыщенными жирами, трансжирами, легкоусвояемыми углеводами. В паре с алкоголем, как правило, идет и курение. Особенно это актуально для нашей популяции. Да, пожалуйста. Можно вас спросить, это вещество, которое вызывает эффективные непоследствия. Есть зависимость от уровня алкоголя, например, крепости, насыщенностью этими веществами. То есть, может, лучше чего-то выпить больше, чем... Вы сейчас говорите об ацетальдегиде, да? Ну, смотрите, если вы употребили алкоголь в любой дозе на самом деле, ацетальдегид образуется в любом случае. Это закон наших ферментативных систем. И на самом деле, это адаптивная характеристика, которую мы приобрели еще от наших далеких, давних предков, которая нам спасает жизнь. Потому что сказать, что более токсично, алкоголь, чистый этиловый спирт, который циркулирует в крови и влияет на головной мозг, на другие органы, или ацетальдегид достаточно трудно. То есть, это просто реакция улизма на нас? Это естественно. Что бы вы ни выпили, в какой бы дозе вы ни выпили, количество ацетальдегида будет, естественно, разным. Но он образуется в любом случае. Это естественная, нормальная ферментативная реакция, которая, по большому счету, вас спасает от спиртовой интоксикации, от алкогольной комы. А никто не задумался, нельзя вот это вот как-то реактивировать? В этом нет никакого рационального смысла, поскольку, еще раз повторяю, организм делает это не для того, чтобы образовать токсичный метаболит. Он это делает для того, чтобы спасти, в первую очередь, ваш командный центр, головной мозг, от этилового спирта. Вообще, теория, которая говорит об алкоголь-дегидрогеназе, она очень интересная. И считается, что мы унаследовали этот самый фермент, который делает ацетальдегид, от наших предков, которые жили на деревьях, а потом спустились на землю. То есть первые приматы, которые начали вести наземный образ жизни. Для того, чтобы повысить выживаемость, они должны были есть ферментированные фрукты. Те фрукты, которые упали с дерева, и в которых что-то забродило. То есть они содержали небольшое количество алкоголя. Соответственно, те наши предки, которые выживали лучше, употребляя забродившие фрукты, передали нам вот такие вот полезные мутации. А я бы хотела на вопрос о гендерных особенностях употребления алкоголя. Вот даже у вас был слайд, в котором указано, что для женщин употребление – это чуть ли не в два раза большее доза алкоголя. Вот еще написано, какие именно особенности женского алкоголя? Жить меньше, да. И с какими особенностями? И как вы относитесь к фразе, что женский алкоголизм посвященными? Это пищевый вопрос. Спасибо. Очень интересный вопрос. На самом деле доза и вот эта вот граница умеренного и неумеренного злоупотребления для мужчин и женщин разная. Просто в силу того, что, как правило, по комплекции мы меньше, чем мужчины. У них больше мышечная ткань, в которой более активно происходит метаболизм, у них больше масса печени, у них больше той самой алкоголь-дегидрогеназы, поэтому им дозволено больше. К сожалению, с позиции гендерного равенства мы здесь проиграли. Я думаю, что это все действительно очень индивидуально, вы правы. Исследований фейс-то-фейс никто не проводил, это очень хорошая идея, я думаю, что можно будет что-то такое сделать. Но что касается женского алкоголизма, я не психиатр, я не говорила сегодня о моментах аддикции, я не говорила сегодня о моментах коррекции этого состояния. Я боюсь, что я некомпетентна ответить на этот вопрос. Я думаю, что это еще и активность ферментативных систем, потому что у нас немножко другая гормональная структура, нам нужно тот же эстроген метаболизировать в печени. То есть есть какие-то конкурентные пути метаболизма, которые нам, к сожалению, позволяют меньше пить или к счастью. А вот это весь метаболизм, ферментация, это все в печени происходит? В основном, да. У нас есть еще кишечная микрофлора, которая содержит алкоголь-дегидрогеназу, она нам тоже помогает. Поэтому, наверное, цирроз самая распространенная, что весь токсичный удар сразу подавляет. Опять же, я призываю вас не стигматизировать употребление алкоголя только лишь с заболеваниями печени. Есть масса других органов-мишений. Можно легко заполучить артериальную гипертензию, если вы любитель алкоголя, причем если употребление происходит в формате запойном. Это так и называется, бинч-дринкинг, когда человек пьет так, как будто бы он хочет себя уничтожить. Когда счет идет на литры алкоголя. Не обязательно пива. Крепкого алкоголя тоже. Очень легко можно заработать токсическую кардиомиопатию, когда мышца сердца просто не работает, потому что она отравлена этиловым спиртом. Поэтому не стоит все сводить к печени. Печень — это орган, который обладает чуть ли не самым большим регенераторным потенциалом в нашем теле. Пожалуйста. За счет регенераторного потенциала можно ли на этом как-то заработать? Вы хотите стать донором? Просто интересует, насколько потенциал хороший и как его можно использовать? Я вам хочу привести один простой клинический пример, когда человек нуждается в пересадке печени. Например, у него рак печени или у него тот же цирроз печени, который возник не обязательно по алкогольным причинам. Причину цирроза тоже может быть масса. Для того, чтобы сделать пересадку печени, берут всего-навсего одну ее долю — половинку органа у донора. И этого хватает для того, чтобы у донора через год была печень исходного размера, и у того человека, который получил эту донорскую частичку, тоже была печень исходного размера, потому что она растет очень активно, регенерируется, размножаются клетки. Это достаточный ответ на ваш вопрос? А какой предел этих… Ну, сколько циклов может пройти печень? Интересный вопрос. Я думаю, что вторичную пересадку из полученного рецепиента Моргана еще никто не производил в силу как этических, так и биологических моментов. А вас донор больше интересует? Я думаю, что такого тоже еще никто не делал. То есть двукратно донорам печени полагают трудно стать. Дело ведь не только в количестве печеночных клеток, но и в тех кровеносных сосудах, которые снабжают орган. Вот их трудно вырастить. Пожалуйста. Как отразиться на исках, если принимать не каждый день одну дозу, а, например, в пятницу вечером все в нос? Благодарю за вопрос. Это очень хороший вопрос, и это вопрос, который очень характерен для нашей популяции. Мы можем полгода не пить, но потом приходит Новый год, Пасха, Первое мая. Обязательно найдется какой-то такой вот повод, когда нашему человеку нужно не просто употребить, а злоупотребить. Одномоментный прием большой дозы алкоголя – это всегда колоссальный фактор риска. Это токсичная доза практически всегда. И вот то, что вы сказали… Раз в неделю. Восемь доз. Семь. Давайте мы пересчитаем на граммы алкоголя. Граммы на килограмм. Это будет летальная доза или так, полулетальная, чтобы в алкогольной коме поваляться? Я полагаю, вы сами ответили на свой вопрос. То есть это все равно классифицируется как неумеренное употребление. Когда мы говорим об умеренности, это дозы в день. Одна доза в день, если вы женщина, и две дозы в день, если вы мужчина. Пожалуйста. Вот у нас есть проблема с сосудистой системой, которая нам желает, ну, желательно в мере угроза принимать алкоголь. И вот, если мы каждый день, ну, мужчин, например, где-то принимаем, где-то одно дозу. Возможно, это происходит, что мы прекращаем принимать вообще, и у нас начинает опять улучшаться сосудистая система. Благодарю за вопрос. Вопрос очень интересный на самом деле. Если человек исходно не пьет, но приходит на прием к врачу, кардиологу, терапевту, врачу семейной медицины общей практики, и мы говорим с ним о сердечно-сосудистых рисках, если человек не пьет вовсе до момента прихода на прием к врачу, рекомендовать ему пить для того, чтобы снизить сердечно-сосудистый риск, нельзя. Отвечая в аспекте того вопроса, который вы мне задали, я думаю, что это никто не оценивал в масштабных популяционных исследованиях, насколько меняется сердечно-сосудистый риск, если было умеренное потребление в течение многих лет, а потом его не стало. Это очень трудно оценить, это очень такая вот тонкая грань. Но если вы не пьете, начинать это делать для того, чтобы профилактировать инфаркты, инсульты, даже умеренно, не стоит в силу тех причин, которые я вам озвучила. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Вы говорили о рисках, связанных с подкрепением алкоголя, что это зависимость, что это наркотическое вещество, что оно не включено в список этих самых наркотических веществ. И как вы думаете, что лучше, лечить алкоголь, табак, в список, или разрешить до зрения других менее слабого влияния на какие-то вещества? Благодарю за вопрос. Провокационный вопрос. Но я постараюсь ответить. Я думаю, что на сегодняшний момент изъятие алкоголя из оборота не вполне возможно, потому что это достаточно мощный, во-первых, культурный пласт нашей жизни, во-вторых, экономическая составляющая этого процесса тоже колоссальна. Проиллюстрировать этот тезис я хочу такой вот интересной статистикой. За последние десятилетия употребление алкоголя в Китае выросло на 400% благодаря экономическому росту. Вдумайтесь в это. 400%. Вы представляете себе какой-то колоссальный рынок? Какой оборот денежных средств это приносит? В том числе и в наш с вами бюджет, потому что все наши алкогольные напитки должны подвергаться акцизному маркированию, ведутся отчисления в госбюджет. Я не думаю, что это реально. Что касается психоактивных веществ, я боюсь, что на этот вопрос я не могу ответить. Я недостаточно компетентна в этом плане, и я могу высказывать только свою личную позицию. И моя личная позиция такова, что в нашей стране легализация любых наркотиков, даже самых легких, она не приведет к положительным последствиям. Я хотел бы продолжить, Вероника, за прерывание вопроса. Есть интересная статистика. В 2007 году американское агентство по оценке вредности влияния наркотических веществ, я понял, что вы именно это имели в виду, опубликовал отчет, в котором он будет снять на 5-е место после героина, катаина, барбитуратов и метадона. 5-е место. То есть стоит задуматься. Так, к вопросу о барбитуратах. Всем прекрасно известно лекарственное средство Carvalol, которое содержит фенобарбитал. Барбитураты можно купить в аптеке без рецепта. Вот это я считаю проблемой. Вот это я считаю проблемой. Пожалуйста. Как бы мне хотелось спросить, некоторые лекарственные диазолы в больших количествах долгое время, а затем прекращают это делать в области и начинают вести здоровое вражение. Можно ли сказать, что через какое-то количество лет их организм полностью восстановится, якобы аннулирует все эти негативные факторы, которые были везут в алкоголе? Спасибо. Вопрос сложный, он зависит от того, насколько долго и насколько много этот человек употреблял алкоголь. И тут как раз вступают в игру не только лишь те эффекты, о которых я говорила, не только канцерогенный эффект, не только влияние на сердечно-сосудистую систему, к примеру. А сюда еще включаются моменты аддикции. То есть зависимость очень мощно влияет на структуру личности человека, на его поведение. Сможет ли такой человек быть социально полноценным? Вот в чем вопрос. Пожалуйста. Как в алкоголь, средства телоспирт влияют именно на женские организации? В чем особенность отличия влияния на женские организации, на мужской организации? То есть, допустим, я услышал, что это очень сильно повреждает и спирт, и ведет к буквально абсолютно разительному эффекту, который нельзя потом впоследствии повлиять. Ну, это их плаке именно детей. То есть когда полноценная клетка, если она была поражена этилом и спиртом, по сути, этот ребенок уже рождается инвалидом. Правда это? Благодарю за вопрос. Да, так уж повелось, так нам не повезло, что все те половые клетки, которые мы получили с рождения, они присутствуют с нами всю сознательную жизнь. Поэтому любые влияния в виде ионизирующего излучения, радиации, в виде каких-либо мутагенов, которые могут прийти с табачным дымом, которые могут прийти с какими-то промышленными факторами, которые могут прийти с алкоголем или его метаболитами. Алкоголь сам по себе является сильным, достаточно мутагеном. Ацетальдегид – это сильнейший мутаген. Они меняют ДНК, так или иначе. Ну, если, допустим, человек, скажем так, все, допустим, ну, грубо говоря, живет в горах в то же время, ну, девушка, да, женщина, и в то же время употребляют алкоголь, но она как бы ограничена от тех, которых вы перечислили. Все-таки это влияет, и у нее, допустим, ну, все равно идеальная организация… Это лотерея, никто не берется это прогнозировать. То есть единственный метод прогнозирования в такой ситуации – это какие-то… генетические тесты, которые, допустим, можно выполнить, выполняя экстракорпоральное оплодотворение, когда мы можем геном секвенировать и видеть, какие там есть последовательности, какие там есть мутации, на этапе, когда ребенка еще нет, когда он только в проекте. А в остальном это лотерея, точно так же, как и каждый из нас здесь присутствующих. Мы получили свой набор генов и свои мутации, и свои мононуклеотидные полиморфизмы. В результате абсолютно случайного процесса и по теории вероятности. Прогнозирую dolёты. Все давайте. В результате случилось на сегодняшнем годе. Предприятие тела. Значит ли? Хороший, ладно!